2 мая в стране был дан старт регистрации на централизованное тестирование. В Брестской области заработало 4 специализированных пункта, 2 из которых в городе над Бугом, в Пушкинском и Техническом университетах. По желанию абитуриента он мог пройти предварительную онлайн-регистрацию или сразу же на месте в выбранном ВУЗе совершить необходимую процедуру. Мы очень внимательно смотрим, какие предметы сдаем. Можем сдать 4 предмета. Соответственно, выбираем пункт, выбираем предметы, обязательно обращаем внимание на язык сдачи теста, поскольку можно, например, ту же самую математику сдать как на русском, так и на белорусском языке. В первые дни регистрации, как правило, идут те, кто не откладывает на потом то, что можно сделать уже сегодня. Так поступила и Мария Севастьянович. Девушка приехала в областной центр из Драгичинского района. Приехала раньше, потому что в середине месяца больше будет людей пытаться зарегистрироваться. А на предметы это химия, белорусский и биология. Посетить один из четырех пунктов проведения централизованного тестирования абитуриентам все же придется. Действительным считается только печатный пропуск, выданный официально оператором. В случае утери документа, проходящему испытанию необходимо обратиться в пункт регистрации, где ему выдадут дубликат. К слову, в этом году наблюдается некоторое оживление. Количество зарегистрировавшихся в первые дни существенно выше аналогичного за последние пару лет. Онлайн регистрация дает возможность забронировать места, получить в электронном виде этот пропуск. Но еще раз повторюсь, электронный пропуск не дает возможности пройти ЦТ. Необходимо будет прийти все равно для получения пропуска в бумажном виде, обязательно с печатью, с подписью оператора, с подписью абитуриента, для того, чтобы пройти централизованное тестирование. Только вот, наверное, вот эта вот возможность электронной регистрации, ну, примерно где-то в три раза повысила, как говорится, в день. Ну, вот на сегодняшний день, например, так скажем, да, количество абитуриентов, желающих пройти ЦТ. То есть, ну, для примера, в прошлом году у нас где-то на третье число было примерно человек 300 зарегистрировано. В этом году по сводке 1100 с лишним. В расписании централизованного тестирования больших изменений по сравнению с предыдущими годами нет. Первый экзамен пройдет в середине июня. 14-го числа свои знания проверят абитуриенты, выбравшие в качестве одного из испытаний белорусский язык. На русский и математику выделено по традиции два дня, так как это самые массовые предметы. Завершится кампания 6 июля экзаменом по всемирной истории. Субтитры создавал DimaTorzok